Полеты сестры Марии В своих мемуарах Джованни Джакома Казанова не только описывает свою бурную жизнь, полную авантюры любовных приключений, но и приводит немало весьма любопытных фактов и рассуждений, касающихся различных мистических явлений. В частности, ознакомившись с книгой «Град мистической сестры» Марии де Хейсус по прозванию из Агриды, он написал «Имя это я слышал впервые». Здравомыслящего читателя поражает в книге эта уверенность автора фанатичного докрайности в том, что здесь нет ни грани вымысла. «Вымыслу не под силу создать такое, все написано с полной верой». История, описанная в ней, продолжает поражать воображение читателя и сегодня. Способность человека одновременно находиться в двух местах неоднократно использовалась в сюжетах известных фантастов. Однако истории известны случаи, когда такое происходило в действительности. Один из наиболее поразительных примеров подобного раздвоения, известного как Беллокация, связан с испанской монахиней Марии Коронель де Агридо, 1602-1665. Сестра Мария из монастыря Агридо чуть было не угодила на костер. В период с 1620 по 1631 год она регулярно сообщала монастырским канонникам о своих поездках, полетах в Центральную Америку. Монахиня утверждала, что совершила более 500 таких путешествий. Однако факты говорили о том, что она всю свою жизнь провела в монастырских стенах Агриды, ни на один день не отлучаясь из обители. За рассказы о своих полетах и дерзкое утверждение, что Земля имеет форму шара, который вращается вокруг собственной оси, монахиня была строго наказана монастырским начальством. Ведь в те времена это считалось ересью. Католические власти, которые до этого неоднократно сталкивались с подобными фантастическими видениями религиозных фанатиков, конечно же, не могли поверить сестре Марии и пытались заставить ее отречься от своих мистических утверждений. Несчастной монашке грозил костерку, но в скором времени ее рассказы о трансатлантических полетах нашли полное подтверждение. В 20-х годах 17 века католическая церковь Испании расширяла свою миссионерскую деятельность в Северной и Центральной Америке. Многие миссионеры, путешественники и конкистадоры, побывавшие в тех краях, стали рассказывать о молодой проповеднице Марии. В 1622 году в Мексику прибыл официальный представитель папы-миссионер Аонса де Бенадвидес, в задачу которого входило проповедование католицизма среди индейцев Джумлана и Юма. Каково же было его изумление, когда он обнаружил, что индейцы уже знакомы с христианством? Патра поразила и одновременно озадачила то, как ревностно и осознанно исполняли христианские обряды индейцы Нью-Мексико. Они рассказали ему, что новой вере их научила женщина в голубом. Обычно она появлялась при свете дня и исчезала с наступлением ночи. Европейская монахиня оставляла им кресты четкие потиры, которые использовались ими при служении мессы. Индейцы также рассказывали, что женщина в голубом раздавала распятие, кубки, венки из роз. Позднее был установлен удивительный факт – потир принадлежал монастырю в Агридо. Каким образом он оказался у индейцев Нью-Мексико, осталось загадкой до сих пор. В 1622 году отец Алонсо де Бенавидес обратился с письмом к папе римскому и испанскому королю Филиппу IV, в котором пожаловался на то, что у индейцев Жумлана и Юма проповедует какая-то женщина в голубом. Но ни папа, ни король никогда не слышали о монашке, которая занимается миссионерской деятельностью в Мексике. Только в 1630 году, вернувшись в Испанию, отец Бенавидес узнал о загадочных явлениях, происходящих с молодой монахиней Вагридо. Заинтересовавшись этим, он получил разрешение посетить монастырь и побеседовать с сестрой Марией. Священник долго и обстоятельно говорил с ней, после чего у него не возникло ни малейшего сомнения в том, что монахиня действительно бывала у индейцев. Она имела точные представления об обычаях и быти племен Жумлана и Юма. В деталях описывала их жизнь в деревнях, знала название городов и селений. Оказалось, что сестра Мария вела дневник. В нем она подробно описывала свои полеты, во время которых видела планету в форме шара. Отец Бенавидес приказал дневник уничтожить, а самой монахине не спускать глаз. Удивительное всего было то, что кубки, которые сестра Мария дарила индейцам, бесследно исчезли из монастыря. Обо всем этом отец Бенавидес написал в 1634 году в своей книге «Дополненная хроника». Современники описанных событий далеко не всегда воспринимали их как чудо, неспосланное свыше. Но если в античности многие смеялись над легендами о сверхбыстром перемещении людей и предметов, то в средние века никто не сомневался в существовании оккультных сил. Тогда же и появилось множество утверждений о якобы имевших место в случаях управляемой телепортации и волшебных полетах. Белокация была в числе тех многочисленных чудес, которые творил итальянский святой Антоний Подуанский 1295-1231. В старинных текстах рассказывается о том, как однажды во Франции в церкви Сен-Пьер-де-Керуа он читал проповедь. Вдруг святой вспомнил, что должен вести службу в монастыре на другом конце города. На глазах у пасвы он встал на колени и начал молиться. Одновременно в монастыре видели, как он читал отрывки из Святого Писания. А затем скрылся в полумраке часовни. Способностью одновременно пребывать в двух местах славился и другой святой, Мартин де Порес, 1579-1639. В 1742 году Римская церковь издала документ, подтверждавший, что он невероятным образом показывался в Китае и Японии. Там видели тёмного монаха, очень похожего на святого Мартина. Биллокация не ограничивается христианским миром. Она встречается и в других религиях. Считается, что способность раздвоения может быть дарована человеку за благочестие. А в учении йоги говорится о бесплотном двойнике, который обитает в материальной оболочке человека и может её покидать. Телепортация – это мгновенный перенос материальных предметов из одной точки в другую без видимого применения или участия физической силы. Существование такого явления в природе издавна считалось уделом всякого рода мистиков. До недавнего времени и современная наука его игнорировала, хотя постепенно в научном мире в полголоса стали поговаривать о возможности телепортации. Особенно часто этот вопрос обсуждался в среде физиков-ядерщиков. Но факты – вещь упрямая. Существуют многочисленные свидетельства о крупномасштабных мгновенных перемещениях. Классическим примером тому может служить так называемый случай солдатам. Первым, кто обнаружил и описал это поистине мистическое происшествие, был исследователь Джессу. Сведения о нём он разыскал в испанских юридических источниках. 25 октября 1593 года в испанском городе Мехико неожиданно появился солдат. Полг его в это время был расквартирован на Филиппинах, что в десяти тысячах миль от Мехико. Солдат был схвачен и передан суду Инквизиции. Из его показаний стало ясно, что он нёс караульную службу при дворце губернатора в Маниле. Как он очутился в Мехико, солдат объяснить не мог. Суду он рассказал, что на его глазах губернатор был предательски убит. Через несколько месяцев с Филиппин прибыл корабль, и прибывшие на нём люди подтвердили, что губернатор убит. Другие детали из рассказа солдата также не оставляли сомнений в том, что он говорил правду. Только того, как он сам появился в Испании, никто не мог понять. Во Франции существует весьма загадочное место, окрещенное Марсельской дырой. Его случайно обнаружила Бельгийка Бернадетта Лорель. Однажды, гуляя по Марселю, она решила передохнуть в старинном парке на окраине города. За пышными кронами многовековых деревьев просматривалась черепичная крыша небольшой церквушки. Женщина удивилась, что раньше не обратила на неё никакого внимания. Она пошла к церкви и оказалась на старом заросшем травой кладбище. Церкушка стояла как раз посредине его. Из-за больших деревянных дверей доносились слова заупокойной молитвы на латынь. Внезапно двери церкви растворились, и из неё вышла какая-то очень странная процессия. Гроб несли четыре человека, одетые в рубашки из грубого полотна и какие-то мешковатые штаны. Замыкала процессию молодая плачущая женщина с ребятишками. Бельгийкум поразила бледность людей. В то же время её охватил непонятный безотчётный страх. Она опрометью бросилась бежать от церкви. Как Лорель выскочила на аккуратной посыпанной песком дорожке, вспомнить она не могла. Постепенно женщина успокоилась, однако с удивлением обнаружила, что и кладбище, и церковь, и странная похоронная процессия исчезли. В последующие свои приезды в Марсель Бельгийка неоднократно посещала этот парк. При этом её не покидало чувство неуверенности и страха. Потрясённая всем этим Бернадетта обратилась в городской архив. Каково же было её изумление, когда в нём обнаружились документы, озадачившие её ещё больше. В них сообщалось, что на месте нынешнего парка ранее действительно находилось кладбище. Была тут и церквушка, где отпевали бедняку. Но все эти строения перестали существовать задолго до Великой Французской революции. В конце XIX века на этом месте был разбит городской сад. Кто и как переместил Бернадетту Лорель в далёкое прошлое Марселя, остаётся загадкой. Такие мистические происшествия часто случаются с отдельно взятыми людьми или предметами. Но иногда, неведомо куда, исчезают во времени даже пароходы. Один такой случай произошёл в прошлом веке. В Индийском океане бушевал сильнейший шторм. В его эпицентре оказался круизный лайнер «Звезда Бахадур». На борту было 156 пассажиров. Судно непрестанно подавало сигнал бедствия. В указанный район сразу направились несколько спасательных судов. На экранах их радиолокаторов был хорошо виден терпящий крушение ламы. Но неожиданно он пропал. В течение трёх суток суда Индийской береговой охраны безуспешно пытались разыскать хоть какие-нибудь следы корабля. Он исчез, бесследно, словно растворился в воздухе. Прошло долгих четыре года. И вдруг на том же месте и примерно в то же время индийские рыбаки встретили звезду Бахадура. Проходивший мимо сторожевой катер неожиданно принял радиограмму, озадачившую команду. СОС отменяется, буря улеглась. У нас всё в порядке, идём с заданным курсом. Странность этого сообщения заключалась не только во внезапном появлении пропавшего корабля, но и в том, что в этом районе сильных бурь не было уже больше года. Когда спасатели поднялись на борт круизного лайнера, то застали очень интересную картину. Туристы праздновали своё спасение. Кругом царила обстановка всеобщего веселья и ликования. Сообщение о том, что лайнер ищут уже четыре года, было встречено хохотом. Невозмутимый капитан тоже счёл это шуткой и сказал, «Четыре года, да мы отправили радиограмму два часа назад!» Вот такая загадочная история. В мире ежегодно пропадает до тысячи человек. Возможно, многие из них вовсе не становятся жертвами насилия, как считают их родственники, а попадают в лабиринты времени. Некоторым из них удаётся выпутаться из паутины времени. Другие так и остаются в неведомом. Третьи удивительным образом сами управляют этим процессом. В мировом фольклоре и литературе имеется немало описаний перемещения во времени и пространстве. Полёты в вихре, на джине, на ковре-самолёте. Кузнец Вакула, герой ночи перед Рождеством, например, для полёта использовал чёрта. Конечно, можно это расценивать лишь как художественный вымысел писателя. И всё-таки стоит задаться вопросом, а может быть, Гоголь знал намного больше, чем писал. Возвращаясь к полётам сестры Марии, необходимо заметить, что сегодня учёные вовсе не исключают возможность такого явления, хотя по-прежнему не могут его полностью объяснить. Вот что пишет об этом автор книги «Житие преподобной Марии из Агриды». То, что сестра Мария действительно многократно посещала Америку, подтверждают документы испанских конкистадоров, французских исследователей и абсолютно идентичные рассказы различных индейских племён, живущих друг от друга на расстоянии многих тысяч миль. В любой фундаментальной книге по истории юго-западной части США можно найти упоминание об этом мистическом явлении, беспрецедентном в истории мира. Вот такое, друзья, у нас сегодня с вами было мистическое путешествие. Пишите комментарии, мне интересно ваше мнение. Ставьте лайки, если тема была интересной. Я желаю всем мира, здоровья и всяческого благополучия. А на сегодня всё. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok